Музыка Всем привет! Мы уже успели адаптироваться, и вот их в самом разгаре. И как раз об акклиматизации сегодня с вами поговорю, потому что было очень много вопросов на эту тему. Сразу говорю, что я не педиатр, я не эндокринолог, не эндокринолог, чтобы говорить с вами как специалист. Я мама троих детей. Если кто-то забыл или не помнит, или не знает, моим детям младшему два месяца исполнилось, два с половиной года среднему и пять с половиной старшему. Могу поделиться лишь своим опытом. Мы путешествуем с детьми с двух-трех месяцев, и каких-то внешних проявлений акклиматизации, честно говоря, я никогда не встречала. Ну, какие-то маломайские капризы, ну, то есть, ну, каких-то болезней там или со стороны желудочно-кишечного тракта у нас никогда не было. Я говорила в предыдущих видео о том, что мы готовили иммунитет, подготовили его препаратами иммунорекс. Не знаю, насколько нам это помогло, но пока все отлично. Гоша переносит отдых очень хорошо, он спит, ест, и я даже выспалась здесь на отдыхе, дает поспать и днем, и ночью. Старшие дети первые два дня, да, они там конючили, и солнце слишком горячее, песок ненавижу, и вода это, и в море мы не хотим, мы хотим в бассейн, мы хотим то, не знаю что, и мы хотим там макароны, привычные там. Ну, в общем, первый день. Я даже не знаю, списывать ли это на акклиматизацию, либо это просто проявление характера, или воспитание нашего, недосмотра в воспитании. То есть, ну, как-то все хорошо пока проходит. Но нужно понимать, что все-таки любая смена климата, смена химического состава, даже воды, все это отражается на иммунитете, да, это все равно стресс для организма, в любом случае. Если это не видно внешне, то внутренние перестройки, которых мы не видим, они все равно есть. Но к стрессу я отношусь не всегда негативно, не всегда это плохо, потому что для любого развития, не только физического, но и эмоционального, духовного роста, необходим стресс. Невозможно детей содержать в стерильных каких-то условиях без стресса, чтобы они выросли полноценными людьми здоровыми. Иногда нужно приспосабливаться к каким-то стрессовым ситуациям и вырабатывать на это иммунитет. Так как наша семья, вот она такая, какая есть, и может быть, это слишком эгоистично, но да, у нас есть желание не только детей, но и взрослых. И поэтому, ну вот у нас так как есть, и отдыхать мы все равно будем, поэтому нужно привыкать и детям, и к нашему образу жизни. И в целом, пока я не жалела своих решений, всегда все было хорошо. Естественно, я запаслась аптечкой, большой, чемодан у меня очень маленький, вещей брала себе, особенно по минимуму, там, шорт и слан с стандартным набором майки, которые можно будет состернуть, никаких особых там нарядов, я себе не брала. Страховка в нас есть медицинская, это тоже немаловажно для путешествий, особенно с детьми, хотя и не только с детьми, потому что азиатские страны, они очень отличаются от нашего, вообще, менталитет, и да, здесь все вообще другое, и не каждый организм может это выдержать. Собственно, все. Наверное, самое важное при любой ситуации сохранять спокойствие, и если принимаешь какое-то решение, то быть в этом уверенной и спокойной ко всему относиться и не придумывать этих проблем каких-то, они, как зачастую, в голове и в мысли, как правило, материальные. Поэтому, если ехать отдыхать, то ехать со спокойной душой, и дети тогда тоже спокойно себя ведут, и все хорошо проходит. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, то обязательно на них отвечу. Спасибо за внимание, и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok